Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Игорь Озеров, и я рад приветствовать сегодняшнюю участницу нашей программы, это депутат Лондонского городского совета депутатов, соответственно, Елена Вахрушкинова. Елена Александровна, добрый день. Добрый день. Последний раз мы с вами записывались аж в октябре 2021 года, прям целая вечность прошла уже, да, больше, ну, ещё двух лет нет, но уже около того, полтора года. Много событий произошло, и применительно к Горсовету, и в вашей жизненной истории, скажем так, все эти вопросы обсудим, но давайте сейчас поговорим о вашей работе на округе, о вашей работе в Горсовете, округ номер 23, тогда, в 23-м году мы тоже говорили о каких-то итогах, но я сейчас думаю, результатов каких-то позитивных стало больше, вот обо всём об этом, собственно, так, если хронологически смотреть, за год до окончания депутатских полномочий нынешнего созыва Горсовета, да, что происходит сейчас, чем можно гордиться, над чем голова ещё болит, что нужно сделать? Спасибо большое, Игорь, за приглашение на передачу, очень рада вас вновь видеть, мне очень приятно с вами общаться. За год до окончания депутатской деятельности в Горсовете, конечно же, главный вопрос мы решили на округе, это строительство и ввод в эксплуатацию нового пристроя отдельно стоящего здания к школе 19. Это самый главный успех. 12 июня будет приёмка и открытие нового корпуса суперсовременной школы с классным оборудованием, но, думаю, видели со стороны, если проезжали по Жердево, то это такое, знаете, весёлое, хорошее пятно, скажем так. Да, так, здание весёлое, сразу можно понять, что это социальный объект, это наша школа. Ребята, конечно же, и учителя все рады, была недавно на последнем звонке, 11-классники, конечно, грустили, что не смогли поучиться хотя бы даже месяца два в этой школе, но обещали, что обязательно будут навещать школу, и когда повзрослеют, приведут ребятишек своих в эту школу. Поэтому этот главный наказ выполнен. А так, конечно же, работа велась как по благоустройству, освещению, так же социальным объектам другим мы помогали, и юности, и творчество Тимуровец, ну и, конечно же, детский сад. Поэтому работа ведётся планомерно. Все наказы, которые мы запланировали на 2022, на 2021 год, они все выполнены, конечно же. Но также по обращениям, тоже порядка 300 обращений было за эти три года с половиной, поэтому все наказы, все обращения мы обязательно выполняем. Ну и в текущем, в 2023 году работа ещё продолжается. Да, конечно, работа продолжается, наказы приняты, мы всё это обсуждали в рамках общественного совета округа. Поэтому работа ведётся, здорово ведётся, и я думаю, что жители нашего квартала, 18-го, 19-го, тоже ощущают эту работу. Елена Ухрушкинова, программа «Мнение», на меня история с 19-й школой произвела впечатление, немножко я познакомил с этой темой, с той точки зрения, я разговаривал с директором школы номер 19, который, собственно, уже 30 лет директорствует, такая тоже уникальная история, очень активный, энергичный человек, и он сказал, что вопрос расширения 19-й школы я первый раз поднял, когда пришёл в школу ещё практически при Советском Союзе, уже не Советского Союза, не, 91-й год, и тогда уже всё завертелось, но потом либерализация цен, всё изменила все планы, обрушила, и эта история не воплотилась, и она воплотилась сейчас. Я думаю, имеет смысл поэтапно рассказать, потому что вы в этом активное участие принимали, и неким таким двигателем этой истории на этом этапе стали. Да, ну, я, может быть, в той передаче уже говорила о том, что первый раз с этой темой я столкнулась, с этой проблемой, когда повела ребёнка в первый класс. То есть мы закончили воскресную школу при 19-й школе, и, как обычно, решили подать документы в 19-ю школу, потому что живём напротив этой школы, нам через дорогу. Но нам отказали, сказали, что переполненная школа, и что вы территориально относитесь к 17-й школе, а пройдя до 17-й школы, это порядка 30 минут надо идти ребёнку. А как так, если вы через дорогу живёте? Вот такая территориальная привязанность существовала. Но сейчас, конечно же, наши дома уже все будут отнесены к 19-й школе, потому что всё-таки новый корпус есть. И после того, как нас не взяли, первая мысль закралась, а я тогда как раз организовала ТСЖ на своём доме, работала председателем, и ко мне стали обращаться жители, мои соседи, мои соседи по домам, что почему такое безобразие, мы хотим учиться в 19-й школе начальной, а нас вот в 17-ю. И тогда первая мысль такая закралась. Это было за год до, за два года, прошу прощения, до 19-го года. До избрания. Да, до избрания. Ну и тогда мы потихонечку стали общаться между собой, к учителям стали обращаться, что действительно такая проблема есть, что школа при вместимости 250 человек, а это же не типовое здание школы, это детский сад бывший, что там обучалось тогда уже порядка 900 детей. То есть там колоссальная была загруженность, третья смена. И тут, конечно же, этот вопрос на повестке дня постоянно был. И вот когда в 19-м году всё-таки при поддержке соседей, соседи меня стали выдвигать, конечно же, жители, подруги мои, знакомые по 18-му, почему бы и не пойти в горсовет. Решилась, прошла, и этот вопрос, конечно же, главным наказом для меня был, и я его решила воплотить. Но тогда мы собирались и депутатским, я же не могла одна этот вопрос двинуть. Да, поэтому мы таким, скажем так, командой такой горсовета поддержал меня Чемит Валерьевич Ближанимаев, Белоусов Анатолий Евгеньевич. И мы решили совещание организовать на 19-й школе. И тогда пришла общественность родительская, ну, порядка 150 человек. И, конечно же, хором стали задавать нам вопросы, почему такое в нашем квартале, почему мы не можем дополнительное здание построить. Ну, и тогда вопрос как раз начал решаться, депутатский корпус меня поддержал. Мы обратились к мэру города, Игорь Юрьевич тоже. Поддержка была вообще стопроцентная, сказал, что да, действительно плотная застройка, квартал в любом случае развивается, новые дома построены, высотные. Ну, и вот так потихоньку-потихоньку через комитет по образованию, в общем, такой командой мы смогли продвинуть этот вопрос на уровне главы республики. Алексей Самбуевич внес нас в первый этап консессионного соглашения по ликвидации третьей смены, и мы вошли вот в первый этап строительства. Это получается же история федерального все равно финансирования. Да, 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 конечно, да, федеральная программа. Ага, туда не так-то просто попасть? Нет, конечно, вот мне тоже, иной раз жители тоже говорят, ну, да, построила, молодец, но сейчас строится по всей республике. Я говорю, так мы-то, вот депутаты, каждый на своем округе, как маячки, говорю, мы постоянно должны сигнализировать, что здесь вот такая проблема. Это же действительно республика, сложно, да, какое-то место найти, допустим, если жители не обращаются. Поэтому, конечно же, власть начинает реагировать, когда идут сигналы от населения. Поэтому здесь вот такой вот маячок в нашем лице, в лице депутатского корпуса вот звучал по отношению к 19-й школе. То есть, это именно ваша задача, да, а не задача, допустим, мэрии, администрации, я не знаю, вот мониторить там демографические тенденции, там что-то изменилось где-то поставить? Или это обоюдная такая работа? Нет, это, конечно, это обоюдная работа, потому что, действительно, 17-я школа тоже у нас в такой же проблеме, тоже там уже практически третья смена. Ну, там и с землей проблема, поэтому вопрос, видите, ну, как бы здесь вот надо действительно активнее, наверное, населению тоже сигнализировать, депутатскому корпусу. И тогда, конечно же, ну, это неправильно говорят, что одеяло на себя, да, но вот я смогла в любом случае перетянуть это одеяло на 18-й квартал. Ну, это такое правильное, правильное одеяло хорошее, я думаю, тут на самом деле эту активность личную и депутатскую, и жителей нельзя сбрасывать с существов, и власть, конечно, тоже поощряет и замечает, я думаю, самых активных. Ну, школа, на самом деле, я там часто бываю, потому что живут родственники, и вот с каждым днём, о, раз, строительные заборы убрали. Сейчас вот вчера видел, что там эти тротуарные заасфальтировали, уже дорожки, да, славно так становится, и стоянка там, я так понимаю, будет, в общем, новое такое образовательное на культурное пространство. Да, Игорь Юрьевич в этом отношении очень, скажем так, деятельный такой мэр. Вот к новым объектам обязательно инфраструктура прилагается, но это, правда, за счёт бюджета города. Но в любом случае все вопросы эти отрабатываются, да, чтобы ребятишкам было не только комфортно внутри, да, здания, но и близлежащая территория тоже была благоустроена, озеленена. Поэтому, да, это работа вот и мэрии, и депутатского корпуса. Ну и сейчас вместе с рядышком с детской и юношей спортивной школой, да, номер 6, всё это одним комплексом хорошим таким смотрится. Ну и для жителей тоже там есть, собственно, и вот тренажёры, по-моему, тоже с вашим участием, да, установлены были. Да-да-да, совершенно верно. Спортивная школа номер 5, юность. Ой, номер 5, не 6, да. Да, вот они, конечно же, тоже обращались ко мне с наказом о том, что внутри, понятно, директор Максим Зинхенович действительно молодец в этом отношении, у него всё чисто, порядок, он старается, но денег в любом случае не хватает, поэтому ежегодно мы практически выделяем средства, и здесь он тоже обратился, что и капитальный ремонт надо делать, и тренажёры спортивные, не просто спортивные тренажёры, а профессиональные, чтобы ребята, молодёжь могли беспрепятственно, скажем так, заходить на территорию именно спортивной школы и заниматься профессионально на профессиональных тренажёрах. Да, в других случаях за это деньги платят, грубо говоря, да, за такие профессиональные, где-то в залах. А здесь, да, здесь как бы вот для населения, для нашего округа, для нашего квартала и для других людей, понятно, всего города тренажёры открыты, поэтому добро пожаловать, спорт мы поощряем, здоровый образ жизни. Елена Вахрушкинова, программа «Мнение». Елена Александровна, вот про активную, у вас очень активная жизненная позиция, да, собственно, по биографии это видно, вот насколько активны жители округа, насколько они вам помогают, как вот один из депутатов Горсовета, по-моему, сказал, что ты должен начинать утро именно с депутатства. Просыпаешься, не о бизнесе, не о своём думать, если есть, там, или ещё что-то, а именно вот с этих вопросов. Иначе ничего не получится, потому что это такая история, на которую завязано очень-очень много людей и много интересов, да, и жителей и так далее. Вот насколько здесь для вас, как для депутата, я не знаю, вот постоянное внимание жителей к вашей персоне, насколько это абуза, помощь, обратная связь, вот в этом аспекте что скажете? Конечно, соглашусь, абсолютно соглашусь. Мы для этого и идём, наверное, в депутатство. Я бы даже не назвала это депутатством, это вот такая активная жизненная позиция, общественница. То есть, да, мы вот сейчас живём именно жизнью жителей своих, своих округов. Люди на нас надеются, нам доверяют, и поэтому, конечно же, я живу на 18-м квартале, да, хожу в эти же магазины, дети мои посещают те же спортивные площадки, дом творчества, спортивную школу. Поэтому, конечно же, мы живём, по идее, скажем так, к обычной жизнью, но с учётом мнения жителей. То есть, комфортно не только для моей семьи, моих родственников, моих друзей, но и всего квартала. Ну, хочется, чтобы благоустройство было действительно. Жители мои очень активные. У нас есть чат, но там единственное, что, конечно же, немножечко путают. И те же лампочки, и те же вот, то есть, работа управляющих компаний сигнализирует, что там лифт, там мусор. То есть, ну, это мне даже нравится. Почему? Потому что мы в любом случае знаем, чем живёт квартал наш, чем живут мои соседи. Поэтому это не доставляет никакого неудобства, а наоборот, это жизнь наша. Мы для этого и пошли в общественную работу, чтобы, ну, жить жизнью квартала нашего. Поэтому это, наоборот, стимулирует, скажем так, и воодушевляет на работу. Я думаю, сейчас с нынешними вот этими соцсетями и мессенджерами и так далее, если написали вопрос по управляшке к вам, но вы просто перекинули туда, да и всё. Да, не то, что мы… Да, мы звоним, мы разговариваем. Поэтому со всеми управляющими компаниями у нас налажен тесный контакт за эти три года, да. Мы же не хотим их просто там, скажем так, критиковать. Нет. Мы просто обозначиваем вот эту проблему, да, показываем её и совместно решаем. То есть, управляющим говорят вот так, вот так, Елена Александровна, было бы здорово, ну, замечательно, давайте с жителями это обсудим. Поэтому у нас, в принципе, никогда не бывает никаких скандалов или ещё что-то такого. Мы конструктивно вместе обсуждаем и думаю, что это только идёт на пользу нам всем. У управляшки же часто бывают такие истории, что вещи в себе такие, да, сами по себе, мы там со своими жителями, это не избиратели, а жители, мы сами разберёмся. У вас контакт налажен? Были сложности какие-то? Ну, вначале было недопонимание, возможно, не то, что недопонимание, а как-то они так с опаской относились. Относились, думали, ну, сейчас, наверное, будут критиковать, ругать. Нет, а сейчас свободно. Мы общаемся и по телефону даже вопросы все решаем, снимаем. Не обязательно встречаться. Либо если какой-то вопрос конкретный, выходим на территорию совместно. А все совещания мы, в принципе, всегда проводим на доме с участием управляющих компаний. Это как бы закон. Чтобы сразу все вопросы решить на месте, снять вот эту напряжённость, если она возникает, то здесь вот такой конструктивный диалог, разговор, поэтому всё нормально. Ну, это логично, да. Ну, и жители тоже, когда приходят на собрание и видят представителей управляющих, что не так депутат скажет, ну, я потом когда-то обращусь, вот сразу. Нет, нет, мы сразу решаем, да, сразу вопросы все снимаем. Елена Вахрушкинова, программа «Мнение». У каждого депутата в год 4 миллиона есть, да, вот на исполнение депутатских полномочий, и очень многие депутаты говорят о том, что, ну, вот крайне мало, катастрофа, да, приходится как-то размазывать где-то что-то, ввязываться в какие-то такие грантовые, что называется, истории, участки софедеральных программах. Вот у вас с 4 миллионами, что происходит, как это можно охарактеризовать? Ну, конечно, нам бы хотелось, конечно, бы больше, потому что все равно тоже благоустройство, тоже, допустим, ремонт тех же асфальтов, да, вокруг дома, ну, это сразу порядка полтора миллиона. Дорожные самые дорогие дорожные. Да, 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 те же, хотелось бы те же скверы, да, как бы благоустраивать, потому что все равно хочется, чтобы и зелень была, побольше насаждений зеленых было. Конечно же, ну, все, что есть, да, мы и за эти 4 миллиона благодарны бюджету, что каждому депутату выделяется такая сумма. Поэтому, да, совместно с общественным советом совещаемся, думаем, куда же первоочередные, допустим, какие-то задачи есть, неотложные, туда стараемся в первую очередь. А так, постепенно все наказы в любом случае, даже за счет бюджета города приходится где-то обращаться к мэру городу Игорю Юрьевичу, к ГГХ приходится обращаться, комитет городского хозяйства, да, Гашев Сергей Анатольевич тоже идут навстречу в любом случае, планируют все это через октябрьскую администрацию города. Поэтому здесь, ну да, работа ведется в любом случае, ну, хотелось бы побольше, но что делать, реалии таковы, поэтому я думаю, что и на этом спасибо. Елена Вахрушкинова, программа «Мнение», строится мост, третий мост через Уду, по-моему, в 2024 году, по-моему, обещают его завершение, он краешком вашего округа же касается, да? Ну, граница, скажем так. По границе, да, вот насколько, а, ну, это больше Дениса Егорова, получается, округ, да, вы здесь соседствуете. Но он тоже так, я думаю, урбанистически повлияет, и на ваш округ там большие изменения такие произойдут. Ну, каким-то образом вы здесь жители обсуждаете, или все-таки это не ваша история совсем? Нет, нет, почему, мы радуемся, в любом случае, у нас улица Ключевская дорога отремонтируется, нам обещали, что тротуары тоже починят, да, поэтому для нас это тоже, скажем так, хорошая история. Мы же в любом случае тоже автомобилисты, да, поэтому качество покрытия, качество развязок, да, и уменьшение пробок в любом случае тоже на нас сказывается. Могу сказать, что единственная проблема, какая вот возникла, это перенос железных гаражей, то есть там площадь отдавалась под гаражные кооперативы, и эти вот гаражи, конечно же, все потихоньку стали переплывать в наш, перебираться в наш квартал. Вот это проблема. Это на законных основаниях? Нет, это не на законных, то есть люди, где живут, там и стараются свой гараж поставить. Возможно, им даже и не пользуются, да, используют как кладовку, но это имущество, и его на сегодняшний день пока девать некуда. То есть земли не хватает, хотя этим вопросом, конечно, Октябрьская администрация занимается. Андрей Владимирович тоже сейчас изыскивает земли, куда можно было бы. Это глава Октябрьской администрации, да, Муравьев. Поэтому, да, этим вопросом мы занимаемся, но это вот не так быстро решается. Но в любом случае мы решим его, этот вопрос. Мы должны решить, потому что, ну, не очень красиво, когда вроде бы зелено, площадки детские, и тут же точечно настоят вот эти вот гармошистые гаражи. Гаражи, которые, помимо, собственно, своей площади, они же еще требуют территорию для подъезда, заезда и все остальное. Вот это вот, да, проблема, скажем так, есть. Ну, по-моему, администрация, я вот с кем-то разговаривал, там же есть уже опыт, что вот выделение земли под такие кооперативы, да, куда вот эти гаражи свозятся, и там как-то это дело все оптимизируется, вплоть до охраны, освещения и все остальное. Да, у нас просто территории не хватает земли, у нас же плотно все в 18-м квартале. Вот еще, скажем так, возвращаясь к предыдущему вопросу, денег-то, в принципе, нам не то, что хватает, я прям не говорю так, но у нас нет таких инфраструктурных проблем, как на других округах. То есть там надо и воду подводить где-то, и грейдировать дороги, мы живем компактно, у нас практически центр города, да, уже практически, поэтому у нас таких проблем нет, но стараемся, конечно же, решать вот этими четырьмя миллионами, но денег, да, хотелось бы больше. Ну, то есть со дворами, с асфальтированием дворов, с межквартальными проездами на округе все более-менее решено. Более-менее, да, более-менее, потому что тоже с депутатским корпусом мы решали вопросы вот заложить в бюджет именно на межквартальные проезды, финансирование, да, нас поддержал город, мэрия, и вот эти вот деньги мы в любом случае потихонечку закладываем, да, а так по программе и тысячу дворов тоже работаем, и по программе комфортная городская среда, то есть вот благодаря, мне кажется, вот нашему мэру, да, вот за эти три года наш город вошел столько программ федерального значения, но я вот думаю, что люди все это видят. Ну, да, не успеваем обсуждать в передачах буквально, очень много происходит даже как бы. И мы вообще прямо радуемся, что действительно такой Главное, чтобы все вот это было реализовано, да, чтобы средств схватило, и у нас, и у федералов. Да, мы стараемся. Успевать все это подхватывать. Да, 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 и вот сейчас 150 миллиардов, ну, просто вообще, конечно же. Там же тоже вот комплексное развитие территорий, там, по-моему, вот, я не знаю, это ваш округ задевает или нет, вот ближе к реке. Да, конечно, да, 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 тоже вот где лесная компания, да, 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 тоже все задевает. Это ваш округ, да? Да, да. Ну, это, по-моему, не первый этап, первый этап-то в центре города начинается, а потом... Это точно, да, до 30-го года, все равно в любом случае там и инфраструктура, и социальные объекты, то есть все будет строиться, ну, я думаю, ну, вообще действительно город-сказка. Площади у вас там огромные, да, которые высвободятся, вот на самом деле у вас проблема, хотя вот мэр в последнем интервью сказал, что город у нас парадоксальный, да, вот вы говорите, что очень плотно, а с другой стороны, вот там он по площади меньше, в Москве всего лишь в 5 раз, а население это меньше в 30 раз, и что у нас такие 48 таких микрорайонов, скажем так, да, между которыми пустоши встречаются, какие-то зоны ЛЭП и все остальное, и так это... Ну, скажу, на 18-м квартале точно нет земли, потому что У вас плотность населения на квадратный километр, наверное, на порядок выше, чем в других районах. Да, 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 поэтому вот у нас, да, с этим проблемой нам бы и детский сад надо было бы расширить, конечно, но земли не хватает катастрофически. Елена Вахрушкинова, программа «Мнение». Елена Александровна, вот мы говорили, что год до окончания депутатских полномочий в качестве депутата горсовета, но тут ваша судьба делает неожиданный поворот, да, и эта история вот разворачивается прямо сейчас. Вы решили пойти в Народный Хурал, и, ну, получается, отчасти это ваш округ, да, отчасти прибавляются какие-то новые территории. Вот об этой истории давайте поподробнее поговорим. Почему пришло такое решение? Как к этому жители вашего родного 23-го округа отнеслись и так далее? Да, действительно, решила попробовать себя сейчас на праймеризе от «Единой России», потому что задач очень много, они сейчас не могут быть решены на уровне города, это республиканский уровень. Мы хотели бы для нашего квартала, для наших ребятишек также здание театра «Байкал», который расположен именно на нашем квартале, забрать себе, да, забрать для школьных мастерских, для спортивной школы номер пять, для домотворчества «Тимуровец», хотели школу искусств там, то есть вот эти вот вопросы, которые, ну, не решить на уровне города. Потом, когда вот эта новая нарезка произошла, наш округ 23-й полностью вошел в 18-й округ народного хурала. И да, жители меня поддержали и говорят, давай дальше, потому что задачи надо решать не только нашего 23-го округа, но и 20-го, 20-го А микрорайона Сосновой. Там тоже проблема со старым зданием амбулатории, вот, надо решать. Также 17-я школа, тоже новое здание 17-й школы. Это программы, понятно, что с города можно войти, скажем, в веб, да, но сейчас надо заняться вопросом бюджета республики, потому что денег в республике не хватает, в городе не хватает на содержание, да, вот этих социальных объектов, поэтому, опять-таки, бюджет города надо наполнять. Чем? Понятно, что субсидии идут, субвенции идут с республики, но мы бы хотели также поднять вопрос о столице республики Бурятия, да. Вот эти бы деньги, неокрашенные под какие-то конкретные мероприятия мы могли бы использовать для, допустим, тех же функций столичных, на те же поддержания, допустим, социальных объектов новых, на тот же, может быть, даже капитальный ремонт школ, да, текущий ремонт школ. То есть вопросов очень много и задач очень много. А так как бюджет города сейчас вот нами, депутатами, разобран, скажем так, по частям, да, мы бы хотели бы и в республиканском бюджете тоже разобраться с республиканским бюджетом и тоже вот такие вопросы решать. То есть вопросов очень много и хотелось бы уже на уровне республики тоже попробовать свои силы при поддержке своих жителей, да, которые действительно откликнулись и говорят, да, давай, ты можешь, ты сумеешь, давай дальше решай наши вопросы на уровне республики. Поэтому, да, согласилась и решила пойти. Ну, вот прямо сейчас, да, 25-го мы записываемся, до 28-го мая электронное дистанционное голосование продолжается. Да, да, да. Насколько это сложная история, я знаю, что сейчас там прям напряженность такая, конкуренция едва ли не острее, чем на больших выборах. Да, 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 потому что в электронном виде всё, это нужно до каждого избирателя дойти. Мы сейчас провели, ну, все вообще во всех дворах практически мы были, да, все социальные объекты мы прошли, со всеми людьми поговорили, то есть отклик идёт хороший. В принципе, люди, когда идёшь к ним с открытым сердцем, да, с открытой душой, то люди понимают. Вот, и я всё-таки живу на этом округе, знаю все проблемы, поэтому обсуждаем, и поддержка идёт людей, отклик идёт, обратная связь идёт. Уже столько наказов люди дали, что буду вот за эти пять лет, конечно же, решать. Ну, мне доверяют, и я поэтому, да, с открытым лицом, скажем так, с открытыми глазами иду, да, смело глядя, да, вперёд. По закону, да, вот год остался, в случае, если вас избирают депутатом Народного хурала осенью, да, до выборы в Горсовет происходить не будет, да, то есть в течение года округ будет ваш 23-й горсоветовский без депутата. Как это у вас отзывается в душе? Нет, мы, конечно же, раз в 18-й округ Народного хурала вошёл в 23-й округ, жители мои ни в коем случае не остаются без внимания депутата, тем более... Ну, уже если в случае избрания как депутат Народного хурала. Да, тем более на 24-й год мы обязательно наказы, которые были даны мне, они будут все включены в этот перечень наказов, и мы его будем исполнять. То есть контроль... Уже на фуральском уровне, да? Нет, на уровне Горсовета, да, мы подаём все документы, у нас есть группа по наказам, куда я тоже вхожу, и председатель этой рабочей группы, он, конечно же, будет за этим вопросом наблюдать, и, конечно же, мы будем, ну, как бы, тесно работать. Из Горсовета не вы одна сейчас вот пытаетесь поучаствовать в выборах Народного хурала, да, сразу несколько депутатов, причём заметных, ярких, объявили о таком намерении, и уже, собственно, в процесс включились. Вот вас насколько это, я не знаю, может быть, вдохновляет или ровно вы относитесь, и вам без разницы одна вы туда пошли, или вас несколько из Горсоветовской команды попадёт в Народный хурал, насколько это важно и значимо? Нет, это очень значимо, почему? Потому что за эти, ну, почти четыре года мы очень сдружились, сплотились, мы единая команда, мы все решаем вопросы, которые вот возникают, обязательно командой, то есть Горсоветовские, мы так себя и называем Горсоветовские. У нас нет ни по политическим взглядам, да, разногласия, то есть мы вот единым фронтом, поэтому меня очень вдохновляет, да, что мои коллеги тоже пойдут в Народный хурал. Я думаю, вот такая команда Горсоветовских, ну, мы больше пользы принесём, наверное, на уровне теперь Народного хурала. То есть вот та сплочённость, та работоспособность каждого, да, из депутатов Горсовета, ну, она вообще вдохновляет и впечатляет. Ну да, это, я думаю, важный такой фактор, который всем придётся учитывать, но фактор, безусловно, позитивный. Елена Хрушкинова, программа «Нение». Елена Александровна, сейчас вы в Горсовете член Комитета по социальной политике, да, тот же профиль планируете сохранить, если выберут у вас Народный хурал или что-то другое будет? Ну, пока ещё точно не могу сказать, но если закон о столице Республики Бурятия, городе Улан-Удэ, мы всё-таки будем продвигать... Это вот столичные функции, о которых вы говорили, необходим закон о столице. Да, 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 то, скорее всего, наверное, всё-таки комитет по бюджету ближе будет, хотя, если честно, ещё не задумывалось. Самое главное сейчас доверие избирателей своих, да, оправдать и пройти в Народный хурал, а там уже, конечно же, плотнее и будем задумываться, куда, в какой из комитетов пойдём. Перед выборами в Народный хурал, я знаю, все партии, да, ну, партия власти, наверное, особенно, прикидывают планы, расклады. Кто-то из депутатов горсовета идёт на совершенно другой округ, да. Вот у вас были ли какие-то предложения пойти куда-то в другое место или вот вы прямо сказали, нет, вот здесь я всё знаю и так далее? Да, мне предлагали, конечно, пойти на другой округ, но я не могла предать своих избирателей, да, своих, скажем так, соседей своего избирателя по 23-му округу. Нет, я только сразу сказала категорично, что только 18-й округ. Или вообще не пойду. Да, либо да, да, ну, на самом деле так, ну, 23-й округ, мой родной округ, я не могла никак сойти с дистанции, скажем так, и оставить его без внимания. Понятно. Елена Александровна, спасибо огромное. Я напомню, депутат Лондонского городского совета Елена Угрушкинова, принимала участие в программе «Мнение», вел передачу Игорь Рёзеров. Всего доброго, до свидания. Спасибо огромное, всего доброго.